В Рязанской городской думе прошло заседание, на котором депутаты обсудили вопросы, касающиеся передачи нежилых помещений в аренду. Эта процедура для таких мероприятий является, можно сказать, традиционной. На чем хотелось бы остановить внимание, так это то, что депутатами была утверждена дата празднования Дня города. Гуляния пройдут 2 августа. Также на заседании озвучили, что в бюджет города на текущий год и плановый период 2016 и 2017 годов вынесены некоторые изменения и дополнения. Хорошие изменения, на самом деле, потому что два детских садика в районе Михайловского шоссе, вы знаете, мы не так давно приняли, также создали условия для строительства детского сада на Михайловском шоссе. Это большой район застройки, Министерство обороны, для военнослужащих создаются условия для строительства детского сада. Соответственно, другие инфраструктурные объекты социального направленности, они, безусловно, там будут присутствовать. Но первый шаг, такой очень серьезный, это строительство детского сада. И второй сад на Первомайском проспекте, это бывший сад РЖД, он перестроен частично уже. И необходимо его, так сказать, завершить и сделать в этом году уже еще один детский сад в том районе, в котором действительно большая проблема с местами в детском саду. Это и речь идет о центре города. Особое внимание депутаты уделили вопросу внесения изменений в генеральный план города. В частности, перевода бывшей воинской части в микрорайоне Агропрома из зоны военных объектов и прочих режимных территорий и зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. После оживленной дискуссии решение о переводе было принято. Заказчиком у нас выступала администрация города Рязани. Данным решением фактически создается условие для инвестиционной деятельности, причем той инвестиционной деятельности, которая способна создать не одну сотню рабочих мест с приличными зарплатами, с развитием производства, с тем, чтобы налоги оставались в Рязани. И эта площадка была выбрана администрацией города. Говоря о ее экологической, скажем так, составляющей, могу отметить, что те резервуары, которые там были на протяжении десятилетий с нефтепродуктами, скажем так, мы не можем говорить о экологической частоте данной территории. Стоит отметить, что потенциальный инвестор, который планирует освоить территорию Агропрома, уже имеется. Компания «Гранд» планирует разместить здесь предприятие по сборке и хранению мебели. Инвестор также планирует благоустроить. Инвестор также планирует благоустроить прилегающую территорию для жителей района, создать благоприятную среду для проживания и в дальнейшем обеспечить микрорайон объектами социального значения.